22 августа, я напомню слушателям, антропоморфный робот-спасатель под названием «Фёдор» был запущен в космос на корабле «Союз-МС», правильно называть его? Да, у нас. «2-1А». Да, да, спасибо за уточнение. Нет, это носитель «2-1А», «Союз-2-1А», а космический корабль, который на верхушке этой ракеты-носителя стоит, это «Союз-МС». Но нас волнует не это. Любой слушатель, любой человек открывает газеты, сайты и заголовки везде и всюду. Но какие? «Робот Фёдор поздравил россиян с Днём флага России», «Робот Фёдор сказал Гагаринское, поехали» и так далее, и так далее. В связи с этим возникает вопрос, зачем нам робот Фёдор, кроме как популяризации Роскосмоса? Вот зачем он нам? Можно? Действительно, вы знаете, я бы хотел, в первую очередь, обратить всё-таки внимание на то, что у нас этот полёт был испытательный. То есть мы выводили космический корабль новой ракетой-носителем «Союз-2-1А», которая полностью отечественная, то есть там украинская система управления заменена на российскую цифровую последнего поколения разработки НПО-автоматики. Поэтому мы вынуждены были провести дополнительный проверочный запуск, и в качестве полезной нагрузки для отработки корректной работы всех систем, включая систему спасания, в этот корабль был интегрирован робот Фёдор. Ну, то есть он туда запущен внутрь БО? Он сидел на месте космонавта, на месте командира экипажа в центральном кресле. Понятно. Игорь, скажите мне, пожалуйста, а какой у вас, вот вы человек, работающий в корпорации роботов, у вас вызвало восторг запуск Фёдора на орбиту? Я давно ждал, когда это событие произойдёт, потому что про Фёдора я знаю уже года 3-4. Это аналог американского НАСА-вского робота «Валькирия», с которым я познакомился в этом году. Хочется сказать, что здорово, что у нас есть такие программы, и мы можем даже в чём-то опередить наших конкурентов в США в плане робототехники. Потому что всё, что касается исследований космоса, мы должны создавать автоматические приборы, автоматических роботов, иначе, ну, по-другому никак. Существует огромное количество экстремальных задач, и без использования робототехники совершенно невозможно их сделать. И тот факт, что Роскосмос в этот раз испытательный полёт ракеты совместил с испытательным полётом робота, который должен сейчас проверить все свои системы, это, конечно, здорово. То есть я в этом смысле рад за отечественного космонавта. Александр, вопрос в связи с высказыванием Игоря вам. А действительно мы опередили с Фёдором американских коллег, с их «Валькирией»? Вы знаете, у американских коллег был запуск уже такой проверочный корабля Илона Маска не так давно, но там сидел манекен. В нашем запуске там сидел робот, он регистрировал баллистические показатели, то есть перегрузки, вибрации. Значит, работу систем передавал их телеметрией на Землю, то есть через аудиоканал, так же как бы это голосом передавал космонавт, который там сидел. И более того, у него есть вторая часть сценария, это работа по определённым программам уже на борту российского сегмента МКС. Вот здесь мы опередили наших коллег, потому что на МКС выводились роботы, но они выводились как социальные помощники человека. И была попытка американцев вывести робот названием «Робонавт», но, к сожалению, у них вышел из строя, были неоднократные попытки его починить, в итоге его спустили на Землю. Толком программа работы у них не удалась. Ну, то есть там, получается, обслуживающий такой персонал для людей, а здесь равноценный участник полёта, учёный. Ну, вы говорите, что тамошний робот был скорее как обслуживающий, то есть социальный какой-то помощник. Ну, там было несколько роботов, да, они были небольшого размера, и просто как интерфейс общения через соцсети или просто общение с кем-то. Ну, тоже такой небольшой эксперимент именно такой социально-психологической направленности. У нас же будут инженерные задачки, я, наверное, попозже вам что-то про них расскажу. Интересно. А скажите мне, пожалуйста, Игорь, вам вопрос. А вы в своей корпорации какие-то ставили эксперименты по поводу психологического взаимодействия человека и робота? Ну, мы проводили с нашими энтропоморфными роботами в проекте робостанции на ВДНХ. У нас есть три робота Теспи. Они такого же размера, как человек, могут общаться, могут определять эмоции. И мы записывали реакцию и посетителей, и наших инженеров на долгое взаимодействие с роботом. Роботы даже сложная система. Это не как вот в кино показывают. Вспомним робота Терминатора. У него как бы и личностные характеристики, и ментальные характеристики. Все в одном корпусе находилось. Да, и батарейка. Современные роботы — это сложная система. То есть есть отдельно тело робота, механизм. Есть отдельные некие управляющие контроллеры, процессоры, которые управляют механикой робота. Они обычно встраиваются внутрь тела. А есть, собственно, мозг робота, в том числе и нейросети, в том числе и механизмы соединения с интернетом. Это обычно сервера. И обычно вот у нашего робота, например, три мозга. Один мозг находится внутри его черепной коробки и груди. Обычно там располагаются компьютеры. Есть выносной сервер, который стоит рядом, там, в нескольких метрах. И есть, собственно, облачный мозг, к которому он соединяется через систему интернет. Я думаю, у Федора такая же система. У Федора так же все? Да, похоже. Концептуально, да. Тут ничего нового не открыто. Я сейчас не хочу залезать в винтики и шпонтики. То, что понятие по радио вряд ли возможно. А вот как будет выстраиваться взаимодействие с космонавтами? Ну, на примере Федора. Потому что это достаточно сложно воспринять кусок железа, который вроде как думает. То есть там искусственный интеллект присутствует. И еще что-то делает. Некомфортно, может быть. Тем более, их не готовили к этому. Вы знаете, Игорь совершенно правильно отметил, что основное призвание роботов, и уж точно это основное их призвание в части космонавтики, это помогать иногда и заменять человека в условиях, особо представляющих опасность для жизни и здоровья экипажа. Поэтому SkyBot наш или Федор, он имеет три режима работы. Полностью автоматический. Это автоматический с поддержкой со стороны оператора и полностью под контролем оператора. Вот на МКС у нас сценарий предполагает работу полностью под контролем оператора. Когда один из членов экипажа будет одевать на себя специальный костюм. Он внешне похож на экзоскелет, но это такой специальный задающий костюм, в котором, если вы делаете какие-то движения руками или пальцами, их в точности повторяет робот. Это как бы режим аватара такой. И именно в этом и весь смысл. Ну вот, понимаете, мне интересно, я для слушателей напомню, что рост у робота 180 сантиметров, вес 160 кило и достаточно такая нагрузка. Но мы все знаем, что вся проблема это доставить в весе, да, то есть чем тяжелее, тем труднее, тем больше и дороже. Я имею в виду на орбиту что-то доставлять. Но мне интересно управление, потому что, как я прочитала, его можно заряжать с помощью обычной розетки и управлять удаленным оператором. Вот сколько этот сигнал будет лететь, и получается, без человека этот робот вообще не сможет самостоятельно функционировать, потому что ведь есть планы его куда-то там на Луну запускать дальше и так далее. Ну, я вас немножко поправлю, 106 килограмм. 106 килограмм. Да, но дело не в этом. На самом деле, вот я же не просто сказал, что у него три режима работы, один из них он полностью автоматический. То есть у него была программа в его прошлой жизни, когда он разрабатывался как робот-спасатель по заказу фонда перспективных исследований, он ряд задач выполнял в полностью автономном режиме, там, водил автомобили и перемещался сам и так далее. Ну, из системы технического зрения он готов распознавать предметы, понимать, что это за предметы, корректировать их местонахождение и так далее. Ну, вот в части космонавтики здесь есть такой нюанс. Вот даже когда космонавт готовится на Земле к ручной стыковке, он отрабатывает это на тренажере много-много-много раз до практически автоматизма. Но когда он вынужден эту операцию проводить на орбите, его физиологические показатели очень сильно подскакивают. То есть видно, как человек находится в состоянии жуткого стресса. Хотя, казалось бы, он эти операции уже отработал довольно до устойчивых навыков на Земле. А вот теперь представьте, что вы одеваете VR-очки дополненной реальности, и даже на Земле, когда вы в этих аттракционах участвуете, у вас мозг не всегда справляется. То есть он не понимает, где реальность, и где вы сейчас находитесь, и где, так сказать, изображение формируется. Но у вас на Земле есть точка опоры, и у вас есть понимание, где вверх, где вниз. А теперь представьте, что вы в состоянии невесомости на борту Международной космической станции. То есть здесь научная ценность состоит еще в том, что мы будем снимать медико-биологические показатели и физиологические показатели оператора и передавать их на Землю. Вот у нас и робот, и оператор, они оба будут находиться на МКС. А, то есть не будет удаленного помощника, сигнал от которого будет лететь черт знает сколько. Ну, в нашем эксперименте и оператор, и робот, они оба находятся на МКС, и это принципиально. Нам интересно посмотреть и как робототехника работает в состоянии невесомости, и как оператор в режиме дополненной реальности будет работать в невесомости в замкнутом пространстве. Соизмеримо ли то, какие силы вложены в создание этого робота, и, конечно, какие деньги, и то, что мы будем иметь в финале этого эксперимента? Вы знаете, как обычно говорят, и да, и нет. То есть если я вам скажу, для чего робот сейчас находится на МКС, выполнять какие-то обычные примитивные задачи, то, конечно, космонавт сможет выполнить это все гораздо быстрее, и многолетний труд, и, я не знаю, сотни миллионов рублей или миллиарды, которые вложены в создание этой системы, не оправданы. С другой стороны, если мы говорим в перспективе 10-15 лет, 7 лет, то весь космос, освоение космоса, это освоение его роботами. Единственная планета в Солнечной системе, возможно, и во всей нашей галактике, Млечный путь, который полностью населена роботами, это планета Марс. И, к сожалению, российских роботов там в данный момент нет. Соответственно, если мы говорим о таких вещах, как системы, которые позволяют нам решать задачи в экстремальных условиях, вот мы, понимаете, будем отправлять людей на Марс. Как мы это будем делать? Сначала нужно создать корабль, потом этот корабль нужно будет протестировать несколько полетов, потом нужно отправить человека. И даже в российских программах, которые до этого обсуждались, этому космонавту предлагался специальный ящичек, как, если не ошибаюсь, меня поправят Александр, в котором был пистолет с одной пулей, в случае совершенно какого-то неуспешного исхода. Пистолет с пулей для космонавта. Ну, я не думал, что с одной. А, понятно. Ну, это да. На случай, если он все-таки разучился в условиях невесомости, нажимать на колок, да, продолжайте. Ну, понимаете, да. А сейчас, то есть, абсолютно точно прослеживается система. То есть, если создается межпланетный корабль, то в него сначала кладут Федора. Этот Федор выходит на марсианскую поверхность. Все там проверяется, изучается. Причем я уверен, что Федором можно управлять как с борта орбитального космического корабля на Марсе, так и с Земли. В этом нет никакой принципиальной разницы. При этом сигнал, конечно, будет идти чуть подольше. Но я хочу напомнить, что сигнал распространяется со скоростью света. Это 300 тысяч километров в секунду. И здесь никаких вариантов других просто быть не может, с точки зрения управляющих команд. Спасибо. Поэтому сначала, конечно, полетят такие Федоры, которые построят базу на Марсе, какую-то площадку, на которой сможет жить человек. Это будет, может быть, какой-то ангар. Здесь очень интересно про развитие искусственного интеллекта. Смотрите, я тоже напомню, что уже два года назад Федор, как вы, Александр, уже успели заметить, умел садиться, открывать дверь, использовать ее, стрелять из пистолета того же. Хотя зачем это роботу, непонятно. Застрелиться-то он не может. В общем, в автономном режиме водить автомобиль. Дошли ли мы до такого этапа, когда искусственный интеллект готов что-то строить на Марсе? На том же или на Луне? Мне сейчас, в принципе, не важно. Но где-то там, где нет человека. Ну, знаете, искусственный интеллект – это очень такое общее широкое понятие. А я про роботов для космоса конкретизирую. Я понимаю вопрос. Дело в том, что искусственный интеллект – это общее понятие. И у Федора, вот в том варианте, как у нас он сейчас существует, тоже ряд задач. Он адаптивно к ним приспосабливается. То есть ему не надо, так сказать, до мелочей прописывать миллиметры. Да, он понимает, как ему саму разложить на определенные составляющие. Я просто пытаюсь объяснить это. Это правильно, правильно. Научно популярно на пальцах, да. И, например, вот такая задачка, как удержание равновесия. То есть оператору не должна представлять отдельной сложности, следить за положением его ног, чтобы он не упал, выполняя какую-то операцию. То есть он должен задавать ему определенное направление движения или скорость его. А вот робот сам должен внутри себя понимать, как ему переставлять конечности так, чтобы не упасть. Это тоже один из элементов того же искусственного интеллекта. Это понятно. А сколько ему еще лет надо, чтобы он вырос и был достаточно взрослым, самостоятельным, чтобы мы его отправили в дальние дали? Это все зависит от того, насколько мы захотим эту задачу реализовать. На самом деле это просто вопрос, так сказать, желания и постановки отдельной работы. Потому что вот у нас заняло порядка трех месяцев всего лишь адаптировать робота к условиям космического эксперимента, взяв его у фонда перспективных исследований. Мы заменили ряд электронных компонентов на более радиационно устойчивые, адаптировали его к штатным аккумуляторным батареям от скафандра Орла. То есть мы его не подключаем ни к какой-то там бортовой сети, МКС и так далее. Он на своем независимом источнике питания. К бортовой сети вы его не подключаете? У меня что-то с восстанием машин тут же возникают вопросы. Вот если что-то пойдет не так, космонавты на орбите, они справятся? Ну, у электроника есть кнопка. Я не знаю, вам виднее. Нет, это утверждение. У электроника есть кнопка. Я поняла. Игорь, скажите, пожалуйста, а у вас есть какой-то вопрос в течение нашей дискуссии к Александру? Может быть, есть вопросы более такого развернутого? А то я не задаю его, я вам сейчас даю эту возможность. Ну, у меня вопрос глобально на МКС, например. То есть робот предназначен вообще как некая такая универсальная система. Есть ли у него большая программа, связанная с выходом в открытый космос? Мне кажется, что это наиболее перспективное использование роботов, если мы говорим про МКС или околоземные станции, когда робот может постоянно находиться на поверхности станции, вообще не заходя внутрь. И вместо того, чтобы ждать отдельные сеансы выхода в открытый космос, готовится к ним, опять же, риск для космонавтов. Он может постоянно сидеть на обшивке и в случае необходимости просто получать там необходимое оборудование, ремонтировать. То есть насколько здесь во время вот этого полета и в дальнейшем планируется использовать робота Федора? Да, спасибо. Ну, вы знаете, мы вокруг этого вопроса несколько раз прошлись. И с вопросом про Марс и орбитальные станции. Я поэтому, наверное, как-то, Мария, развернуться вынужден буду ответить. Добро пожаловать. Мы предоставили вам эфирное время. Что касается работы на внешней поверхности МКС. Ну, действительно, это одна из тех задач, где человек подвергается повышенной опасности. Мы все помним, там, последние выходы. Они занимают более семи часов. К ним специальная, конечно, подготовка. Это всегда с замиранием сердца. Весь ЦУП следит. И не только в России за этими выходами. Это сложное, крайне сложное мероприятие. Конечно, было бы заманчиво иметь такого помощника на внешнем борту и использовать его вот в таких задачках. И то, что мы делаем сейчас, это подводящее упражнение. Ведь наш, вообще говоря, Международная космическая станция, российский сегмент, он создавался как полигон для отработки технологий. То есть, это научная, экспериментальная площадка, в первую очередь, для отработки тех технологий на низкой оклоземной орбите, которые нам потом понадобятся и при освоении дальнего космоса, и в других задачках. Но, чтобы управлять этим роботом с, так сказать, борта космической станции, нам нужно освоить определенный набор технологий, включая технологию, так сказать, деятельности оператора именно в невесомости. Вот поэтому мы и оператора, и робота выводим на сегменты. Теперь представьте, например, что если до Луны у нас сигнал распространяется секунды, там туда и обратно, это порядка трех секунд, на Марс это уже минуты. Значит, в этой связи, конечно, работа идет по двум направлениям. Это и развитие искусственного интеллекта с целью, чтобы робот сам умел преодолевать задержку сигнала, как сказать, предугадывая действия оператора, и не позволяя ему упасть в яму его направить, или еще какие-то непоправимые повреждения ему нанести. И, с другой стороны, всегда надо быть готовым к тому, что управлять придется с какой-то околопланетной станцией, или вот как сейчас идет проект по обсуждению освоения Луны, там около лунной станции. То есть оператор может находиться и в невесомости на какой-то не только международной космической, но и другой станции, и управлять оттуда. Для этого также нужно иметь эффективный интерфейс. Ответили? Игорь, вас устроил этот ответ? Да-да. Да, у меня, знаете, какой вопрос. А зачем он в форме человека? А ведь обычные эффективные роботы, это просто коробочки, с задачами справляются не хуже. Есть ощущение, что ну вот просто красивая картинка, пугающая некоторых. Ну, здесь речь идет именно о преимуществах антропоморфности. То есть, конечно, роботы у нас делятся на, можно разделить на два вида, похожие на человека или антропоморфные и непохожие. И нельзя сказать, что вот одни лучше других. Потому что, например, суп удобно есть ложкой, но при этом нельзя сказать, что только ложкой надо есть все. Вот, например, стейк неудобно будет есть. Так и здесь все определяется задачей. Чем покупает, подкупает эта самая антропоморфность. Вот вы можете человека научить до автоматизма выполнять определенные задачки. Дальше вы надеваете на него костюм задающий. И он, не задумываясь о том, как ему управлять роботом, как было бы, если бы у него, например, был пульт управления или джойстик, ему не надо думать, значит, как какие-то кнопочки или рычажки нажимать. Он производит все те отработанные действия, к которым он привык, и робот их просто повторяет. Это существенно облегчает этот самый интерфейс взаимодействия. А теперь представьте, что это происходит в стрессовых условиях на околоземной орбите. Здесь очень важный и именно ключевой вопрос – это простоты передачи команды, точность. А зачем ему ноги? Потому что вы все время говорите о том, что он будет делать головой и руками. Ноги ведь только будут мешать и занимать место в корабле. Может, тогда было бы лучше без ног сделать? Ну, я сейчас не шучу, серьезно. Ездить-то он может просто... Почему вы, Игорь, смеетесь? Хорошо, хорошо. А, спасибо. Ну, в любом случае, Александр, это вопрос вам. Ну, в нашей программе экспериментов сейчас ноги у него будут отключены. То есть он перемещаться по МКС не будет. Они специальным образом облегчены. В дальнейшем, конечно, они будут адаптированы под задачи. Ну, например, при перемещении на планете вполне возможно, что ему ноги именно как человеческие подобия не понадобятся. Он может быть торсовой частью приспособлен к каким-то... С колесами, да. Ну, чтобы это не выглядело, как обрубленный Шварценеггер, да, в форме робота, который ползет от расплавленного металла. Так точно, да. Вот в данной ситуации он будет просто зафиксирован с использованием ног, как, так сказать, якорей таких на борту. Ну, то есть ноги ему не нужны? Это просто ради картинки? То есть он сейчас пользоваться ногами не будет. Понятно. Пока не нужны. Добавим слово «пока». Ну, вот он у нас универсальный, понимаете? Если вы, например, в условиях земли захотите походить, пожалуйста, надевайте костюм и... Игорь, у меня вопрос к вам. Вот тоже с роботом в виде человека. Я не люблю эти слова «антропоморфные», господи парамилы. Тем не менее, вы, как считаете, это плюс или минус? Вопрос частый, вопрос сложный. Вообще антропоморфность робота – это попытка наших инженеров, вообще в мире, я имею в виду, попытка создать что-то похожее на человека. То есть попытка повторить в какой-то смысле «Господа Бога» и создать человека, который будет металлическим, выполнять все необходимые наши задачи – это их, собственно, аватар. Когда мы говорим о роботе, который, правильно Александр сказал, будет максимально удобной с точки зрения того, чтобы повторить наши обычные движения, это, конечно, так. А что касается задач, корейские инженеры говорят, что робот практически никогда человеческая форма не помогает ему решать задачи. То есть гораздо проще придумать какую-то специализированную форму для робота, чтобы решал. Но нам, людям, вспомните фильмы «Интерстеллар», вспомните фильмы, когда… «Интерстеллар» – это просто пластина черная, насколько я помню. Но она была с чувством юмора, у нее тоже были ноги и руки. Он заложил человек программу. Это можно было менять чувство юмора. Вы в дальнем космосе, вас там 2-3 человека, вы друг другу уже 10 раз надоели. Худо-бедно, там есть какой-то робот, с которым можно что-то поговорить. Он вас может как-то где-то рассмешить, что-то помочь. Понимаете? И здесь, конечно, первый выходит момент, тот факт, что робот может меняться. И ноги, может быть, сейчас на МКС вряд ли они нужны. Там все равно невесомость. А вот бегать по Марсу, может быть, удобнее на колесах, может быть, удобнее на гусеницах. В какой-то момент, может быть, будет удобнее перемещаться ногами. Американцы научили своего робота бегать. Мы видим, как он и сальто делает, и другие вещи. Это роботы Boston Dynamics. Я думаю, что Федору нужно тоже развиваться в этом направлении. Ну, Александр говорит, что он растет, взрослеет. Да, но я вот хотел добавить, вы говорите, сколько лет потребуется для того, чтобы он там вырос. И вы как бы относите это к взрослению человека. Сколько лет нужно, чтобы он там поправился. Тут в роботе очень четко видно, и это отслеживается и в развитии людей, что не годами меряется опыт. Не годами, а количеством вот таких вот тестовых запусков, количеством таких испытательных проектов. Потому что можно 10 лет ни разу не запустить, ничего опытного не сделать. А если за год вы запустите робота в космос 2-3-4 раза, и он вернется с новым набором. Одного и того же, можно разных. Понимаете, робот — это не какой-то вот единый объект. Этих Федоров, я уверен, там в железном исполнении минимум 5, наверное, штук. Сколько у вас их, Александр? Один полетел в космос, один сейчас на Земле сидит, еще где-то в лаборатории. Я поняла вас. Александр, сколько он стоил? Вы знаете, этот проект, вообще говоря, выполнялся по заказу Фонда перспективных исследований. Только не говорите мне, что вы не знаете. Ну, мы не были стороной контракта, и я боюсь, что это вопрос двух, так сказать, юридических лиц, и это вопрос наверняка либо коммерческой тайны, либо это публиковано. А чем измеряется для слушателей и для меня? Чем измеряется? Миллионами долларов, тысячами, десятками миллионов? Мы просто не понимаем, мы не знаем. Когда мы говорим о разработке, это не то же самое, что серийные изделия. То есть разработать робота, это значит создать определенный задел по алгоритмам. Вам нужны программисты, системные работы и так далее. То есть вы хотите сказать, что это гораздо более емкая работа, чем конвейер. Конечно. То есть это десятки миллионов. Потом вам нужно было, вот в данном случае мы боролись с тем, чтобы импортозаместить очень большое количество деталей, материалов и так далее. Потому что как только, так сказать, его засветили в отдельных экспериментах, начались проблемы с определенными комплектующими. С чьими, интересно? Японскими, немецкими, швейцарскими? Ну, зарубежными комплектующими. Но мы вынуждены были тут, понимаете, не было бы счастья и несчастья. Я думаю, корейскими и американскими. Не было бы счастья, да и несчастье помогло. И, в общем-то, это не только в нашей отрасли и не только в робототехнике. Такое-то вот всеместое счастье. В связи с деталями я слушателям расскажу сначала предысторию. Он состоит, Федор, состоит из примерно 15 тысяч деталей, половина из которых, включая 90% электронных деталей, была собрана в России. Прочие, значит, Япония, Германия, Швейцария, США и ряд других стран. Вот в связи с этим он кому принадлежит? Он made in где? Робот – это полностью наша разработка, там наши алгоритмы. Там не только магнитогорская команда робототехников ей занималась. Еще и из Петербурга там специалисты, в том числе, по искусственному интеллекту, по распознаванию речи привлекались. Алгоритмы наши, определенные компоненты, да, там остались зарубежные. Но я вас уверяю, там степень локализации далеко ушла за 50%. Они не могли там что-то? Проверялось подслушивание, подсматривание? Я не шучу сейчас. Я не шучу сейчас. Игорь, скажите мне, пожалуйста, вы как человек знакомый с большим количеством роботов. Какая страна бьет себя в грудь и говорит, что мы самые крутые в робототехнике, и в частности, в космической отрасли? Я думаю, США. Просто есть несколько стран, которые основные сейчас в робототехнике. Япония и Германия – это промышленные роботы. Южная Корея – это антропоморфные роботы, в том числе. Технологии, которые берутся у южнокорейских компаний, институтов, перекочевывают в США, становятся такими же роботами типа Федора, и дорабатываются, то известный нам Босон Динамик со всеми их животными, роботом, делающим сальто, бегающим. Все очень взаимосвязано. Но, скажем так, технологически – это, конечно, Южная Корея, Япония. А вот практическое применение – это Англия и США. То есть они умудряются взять наработки, взять технологии, поставить их как-то ближе к коммерческому использованию. Поэтому страна в плане космических исследований по робототехнике, у нас не так много космических стран, космических держав. Здесь ближе, наверное, все-таки США надо сравнивать себя. А тогда вопрос Александров. Меня вот что интересует. Коммуницировать с роботом на орбите будет космонавт. Я вот сейчас ищу его имя. Дайте секундочку. О, нашла. На МКС он будет управляться космонавтом Александром Скворцовым, сообщается нам, и выполнить несколько заданий. А дальше прекрасная строчка, подробности которых пока не раскрываются. И тут вся наша активная общественность хватает Роскосмос и вас, в частности, Александр, за виртуальные грудки и начинает трясти с криками. А почему они не раскрываются? То есть если не получится, то вроде как и не планировалось. Может быть, приоткроете завесу тайны? Да, ну, в общем-то, мы уже начали приоткрывать во всю эту завесу. На самом деле у нас, помимо физических действий, робот способен нести в себе определенную энциклопедию знаний. И вот мы тоже коснулись этого вопроса. Ну, он может, например, подменять собой часть бортовой документации, напоминая, что каким образом надо обслуживать, и подсказывая это там в процессе. То есть можно не копаться в бортовой бумажной документации, а задать ему вопрос, он его воспримет. Он способен не дословно расшифровывать его, а понимая смысл того, что вы от него хотите. То есть вы можете одно и то же спросить по-разному, и он поймет. Это вот отдельный тоже, кстати, момент. Это как космическая Алиса. Да, да. Это классно. Кстати, по поводу Алисы. Тоже элемент, кстати, искусственного интеллекта вполне себе. Согласна на сто процентов. Но мы тут все мучились. Мы радищики, мы аудиалы. И мы мучились. Мы знаем, кто озвучивал Алису. Лично знакомые. Кто озвучивал Фёдора? Я перекопала полрунета. Ну да ладно, не надо из этого делать гостайну. Но расскажите, это классно. Классный голос, серьёзно. Ну. Неужели это правда секрет? Знаете, у него голос ещё со времён фонда перспективных исследований не менялся. Не уходите от ответа, Александр. Я предлагал себя в качестве прототипа, значит, и внешне, и голосом. На вас хороший, глубокий баск. Как-то вот пока не срослось, но будем, видимо, настаивать. Коллеги не одобрили. И всё-таки где вы нашли артиста? Я думаю, что это просто действительно стоит у разработчиков спросить. Мы не задавались вопросом, чем конкретный голос. Мне кажется, Александр Блашенко не может сейчас понять, может он это сказать или нет. Друзья мои, прервёмся буквально на несколько мгновений. Исполнительный директор по перспективным программам и науке Госкорпорации Роскосмос Александр Блашенко в студии. По скайпу у нас на связи генеральный директор корпорации роботов Игорь Никитин.